Откровение знаменитостей о проблемах с психическим здоровьем Знаменитости такие же люди, как и мы все. Как часто мы слышали эту фразу. Да, она звучит как заезженное клише, но это действительно правда. За последние годы все больше и больше знаменитостей стали откровенно говорить о своих проблемах с психическим здоровьем. Кстати, многие эти заявления помогли решить свои проблемы с психикой многим другим людям. Знаменитости стали поднимать самые тяжелые темы вроде депрессии и тревожности что в очередной раз говорит о том как нелегко постоянно быть на виду у общественности били айлиш стала знаменитой еще в своем тинейджерском возрасте и конечно же это не смогло не сказаться на ее психическом здоровье поп-звезда открыто говорит об отношениях со своим собственным сознанием ей очень важно чтобы ее услышали те люди которые испытывают схожие проблемы били айлиш поднимает темы депрессии и страданий не только в своих песнях но и открыто говорит о них в интервью по ее словам депрессия всегда была и есть в ее жизни она считает себя стопроцентным меланхоликом именно по этой причине ее песни находят такой сильный отклик в сердцах слушателей били прекрасно понимает что она не одна в интервью роулинг стоун били заявила дети воспринимают мои песни как объятия поддержки некоторые взрослые считают что это плохо но я считаю что если кому-то становится легче от того что кому-то также плохо как и тебе то это действительно хорошее чувство били считает что любой человек заслуживает помощи и поддержки даже при самых первых признаках проблем с психическим здоровьем хотя бы в виде доверительного разговора такое поведение ни в коем случае не говорит о вашей слабости так что никогда не стоит бояться обратиться за поддержкой к друзьям по словам били главное что я пытаюсь сказать это то что нужно научиться слушать других людей еще одна знаменитость которая сильно прославилась в тинейджерском возрасте что также не лучшим образом сказалось на ее психическом здоровье это мэйси уильямс прославившись благодаря роли в сериале игра престолов она регулярно рассказывает о темной стороне славы о ее негативном влиянии на психическое здоровье мэйси призналась что большую часть своей жизни она ненавидела себя а негативную критику в свой адрес воспринимала с большой болью взрослеть перед объективами камер это тяжело но еще тяжелее когда тебе приходится изображать из себя как можно более забавную девчушку негативное внимание в социальных сетях является настоящим испытанием для любого молодого человека и мэйси не исключение по словам мэйси в моей жизни был долгий период когда я ежедневно говорил о себе что ненавижу себя депрессия полностью поглотила ее мысли даже когда мэйси находилась в компании с другими людьми по словам мэйси я могла общаться с моими друзьями но мое сознание постоянно думала обо всем самом плохом в моей жизни что очень мешало моему общению с годами мэйси научилась проще относиться к самокритике но она теперь прекрасно понимает других людей которые также страдают от подобных негативных мыслей мэйси пришлось перенести настоящую травлю в социальных сетях бывали моменты когда грусть и негатив полностью поглощали ее жизнь но теперь мэйси признается что готова к обычной нормальной жизни вместе с людьми которых она по-настоящему любит она пришла к выводу что все это зло и безумие в социальных сетях совершенно не стоит внимания и серьезного отношения к себе но не только мэйси знает о том что у славы есть оборотная сторона со множеством негативных последствий ее коллега по сериалу игра престолов софи тернер также открыто говорит о том как депрессия и беспокойство сказались на ее обыденной жизни софи призналась что когда она только-только познакомилась с теперь уже своим мужем джорджонасом у нее были серьезные проблемы с психическим здоровьем как и мэйси ее взросление произошло на экране телесериала и это определенно сказалось на ее психике по словам самой софи сейчас я очень жалею о том что мои тинейджерские годы прошли на виду у всех мне очень хотелось бы чтобы все было иначе по причине многочисленных стрессов софи призналась что с годами и и тело стало меняться она сильно исхудала и в общем стала очень нездоровой все эти годы ей постоянно делали упреки в том что она сильно худеет в конце концов софи не выдержала и обратилась к врачам за помощью по словам софи каждый человек нуждается в услугах психотерапевта особенно когда вам регулярно говорят о том что вы плохо выглядите софи также призналась в том что ей было очень непросто что она познакомилась джо джонасом в такой момент когда ей было максимально тяжело и плохо по ее словам джо ясно давал понять мне я не буду с тобой встречаться пока ты сама не полюбишь себя ты не можешь любить меня сильнее чем саму себя эмилия кларк еще одна звезда игры престолов которая открыто говорит о реальности проблем с психическим здоровьем и не только с психическим эмилии пришлось перенести два тяжелых лечения аневризмы прямо во время съемок игры престолов и было всего лишь 24 года когда она начала испытывать мучительные боли тогда никто не знал об этом за исключением нескольких самых близких друзей эмилия призналась что в самые тяжелые моменты уже была готова сдаться и умереть после второго курса лечения аневризмы у эмилии начался самый тяжелый этап в жизни он был настолько тяжелым что в наши дни эмилия не может вспомнить детали этих темных дней по словам эмилии мое сознание просто блокирует эти воспоминания но я четко помню о том что мне уже не хотелось жить но страдают и говорят об этом не только актеры певцы и музыканты тоже готовы открыто говорить о своих проблемах с психическим здоровьем поп-певица холзи призналась что в возрасте 17 лет у нее диагностировали биполярное расстройство с которым ее положили в больницу на лечение именно тогда холзи осознала всю ценность жизни быть поп-звездой загруженным рабочим графиком регулярных гастролей это очень тяжело холзи призналась что лечение ей было просто необходимо по ее словам учитывая все что произошло в моей жизни за последние годы если бы тогда меня не вылечили то кто знает чтобы со мной было бы сейчас холзи также призналась в том какое негативное влияние на ее жизнь оказала постоянное внимание масс-медиа и негативная критика в социальных сетях будучи поп-звездой и и постоянно сравнивали и продолжают сравнивать сарианной гранды по словам холзи быть женщиной в музыкальной индустрии очень непросто другая поп-звезда которая прекрасно понимает проблемы холзи это селена гомес в 2016 году селена полностью отменила свои летние гастроли ради того чтобы заняться поправлением своего психического здоровья хоть и до этого селена никогда не говорил о своих проблемах со здоровьем уже довольно давно было очевидно что певица очень страдает когда уже всем стало известно о ее проблемах с психикой на церемонии american music awards селена заявила если вы сломлены вы не должны оставаться в этом состоянии в интервью vogue селена призналась что во время гастроли ей было очень одиноко ее начинала поглощать депрессия и она начинала думать что больше не в состоянии хорошо выступать депрессия полностью завладела мной я регулярно испытывала панические атаки иногда перед выступлениями иногда после в итоге селени гомес пришлось пройти серьезный курс лечения в реабилитационном центре неудивительно почему селены гомес возникали регулярные панические атаки она одна из самых популярных по количеству подписчиков знаменитости в инстаграме а это всегда означает много ненависти в комментариях селени постоянно приходилось иметь дело с тем чего она совсем не хотела видеть она постоянно пыталась выкинуть всю эту ненависть и своей головы в 2018 году селена в очередной раз отправилась на лечение в психиатрическую больницу близкий к певице источник подтвердил что все это время селена постоянно страдала депрессии когда все стало совсем плохо селена удалила все свои аккаунты и социальных сетей и начала общаться только с теми людьми которым по настоящему доверяет в итоге селена очень ценит положительный эффект который оказала лечение ее психического здоровья в интервью vogue селена заявила я надеюсь что люди будут больше говорить о положительных сторонах психотерапии кэндалл дженнер кэндалл дженнер также призналась своих проблемах с психическим здоровьем в 2017 году она и вовсе была на грани психического срыва ее напряженная карьера просто не оставляет времени уделять внимание своему здоровью в 2018 году кэндалл призналась что регулярно просыпается посреди ночи с сильными паническими атаками но в итоге кэндалл осознала что нужно открыто говорить об этом так как при этом легче становится и ей самой и ее поклонникам по словам кэндалл у меня с моими поклонниками целое сообщество они делятся тем как сами справляются со своими психическими проблемами а я беру их опыт на вооружение дэми лавата тоже открыто говорит о своих проблемах с психическим здоровьем на эту тему она сняла целый документальный фильм если вы его до сих пор не смотрели то настоятельно рекомендуем к просмотру называется он simply complicated ее искренность по поводу своих проблем с психикой впечатлила как ее поклонников так и представителей масс-медиа она рассказала о своем опыте саморазрушительных мыслей которые преследовали ее самых ранних лет по словам дэми уже в свои юные годы я понимала что мое поведение вызывает проблемы в 2010 году у певицы диагностировали биполярное расстройство после чего ей пришлось пройти серьезный курс лечения с тех пор дэми в своих интервью постоянно поднимает важность этой темы по словам дэми только четыре человека с психическими заболеваниями из десяти получают помощь необходимо позаботиться и об остальных шести от проблем в семье то злоупотребление наркотиками дэми прошла через все так что она прекрасно понимает страдания других людей и всем сердцем желает им помочь джастин бибер тоже не исключение и не раз говорил на тему того как слава в еще столь детском возрасте негативно сказалось на его психическом здоровье 10 марта 2019 года он сделал публикацию в инстаграме которая очень озадачила его подписчиков в ней он заявлял что чувствует себя очень странно и опустошенно на какое-то время я хочу уйти и только лишь надеюсь на ваши молитвы это был далеко не первый раз когда джастин откровенно говорил о своих страхах и разочарованиях в одной из своих историй в инстаграме он признался что прошел курс психотерапевтического лечения и как после него ему стало намного лучше ариана гранде также не стесняется говорить о том через что ей пришлось пройти за последние несколько лет она до сих пор не может прийти в себя от вида настоящей фотографии сканирования своего мозга когда один из поклонников написал певица что использует ее музыку в качестве лечения она написала ему странный ответ который потом удалила для того чтобы моя музыка исцеляла мне постоянно приходится выступать переживая одно и то же снова и снова и это настоящий ад этот ответ вызвал очень неоднозначную реакцию среди поклонников ариан тем не менее сама ариана регулярно делает публикации в twitter рассказывающие о проблемах с ее психическим здоровьем в одной из публикаций ариана написала не стоит бояться обращаться за помощью вы не обязаны жить в постоянной боли вы можете излечить свою травму мне приходится много работать но даже я пытаюсь уделять этой проблеме как можно больше своего времени если вы сами переживаете трудные времена поймите что обращаться за помощью это абсолютно нормально спасибо за просмотр и до новых встреч